Ивановцы могут соприкоснуться с романтикой Парижа, не покидая пределы родного города. В парке Степаново появилась уменьшенная копия Эйфелевой башни. Архитектурная композиция стала седьмой по счету скульптурой и составила компанию другим памятникам, которые появились в парке Степаново еще летом. Автор всех этих металлических скульптур Владимир Волков. Как-то один раз в интернете увидел ночную с подсветкой Эйфелевой башни. И подумал, что-то этот контур у меня вот так нарисовался, я когда пришел к себе в мастерскую, наложил просто гаек болтов и получился довольно оригинальный узор, который напоминает из велика даже натуральность Эйфелевой башни. Идею сделать что-то подобное Владимир Волков вынашивал давно. До самого последнего момента мастер не знал, получится задуманное или нет. Когда была сварена первая сторона башни, работа стала спориться. Сварить множество мелких деталей пришлось почти два месяца. Изначально припасенных материалов не хватило. Поначалу я еще как-то считал, а потом просто так вот уже на вскидку. Просто мне еще пришлось подкупать гаек, моих не хватило просто-напросто. И на вскидку я могу просто так сказать, ушло туда тысяч пять гаек. Ну и болтов, шпилек, разных вот таких материалов. Внешний вид Эйфелевой башни весьма обманчив. Эта легкая ажурная композиция весит полтора центнера. Миниатюрную скульптуру надежно закрепили, сделали постамент. Около новой композиции уложили свежий асфальт. В следующем году мы планируем продолжить. Ну, все секреты, конечно, сейчас рассказать я как бы не вправе, потому что это авторские как-никак работы. Ну, с нашей стороны планируется установить мостик. А Владимир Волков обещал нам установить в центре какую-то конкретно центральную фигуру. Какой будет новой композиции, знают только автор и директор парка. Но тайны не раскрывают. Скорее всего, центральная фигура будет посвящена молодоженам. Парк металлических скульптур сразу после своего появления стал одним из любимых мест для фотосессий. Только не все сюда приходят за красивыми фотографиями. Заяц лишился усов, а на гитаре уже расстроенные струны. Любовь Почерникова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.